Приветствую вас! Прочитал ваш вопрос, вопрос касается того, что я не буду его перечитывать, да, потому что он довольно объемный. Суть вопроса в том, что человек из неблагополучной семьи, вот, семья, которая, в общем-то, по словам автора вопроса, не только не смогла ничего заработать и как-то состояться, да, в жизни, но и умудрилась еще разбазарить, опять же, по словам автора вопроса, умудрилась разбазарить и пропить то, что досталось по наследству. Вот, автор вопроса, значит, помогла немного сестра, его матери, которая позволяла жить к себе, вот. Ну, и там отношения не сложились, потому что начались финансовые манипуляции, вот, на автор вопроса повесили несколько кредитов, значит, заставляли, получается, работать на шахте, вот. Вот, и в итоге он принимает решение переехать в Москву, вот, в Москве, в Москве. Ситуация лучше не остановится, автор по-прежнему один, не может, не может никого найти, хочет почувствовать любовь и тепло, но сделать у него это не получается. Имеет проблемы с средствами к существованию заработка, нет друзей, нет семьи, потому что на новом месте, то есть у сестры, друзей завести не получилось. Те друзья, что были на месте, где он жил со своей семьей, там был, как я понял, один друг, друга не стало, вот. И, в общем-то, автор чувствует себя очень-очень одиноким на данный момент. Вот. И, соответственно, что делать, автор не знает, он чувствует депрессию, вот, апатию и нежелание жить. Об этом прямо не говорится, но мне показалось, что речь идет о суицидальных мыслях. Если я ошибаюсь, буду рад, если меня поправят. Ну, что здесь хочется сказать. Для начала хочется сказать, что советов психологи не дают. И я не смогу вам дать совет, потому что давать совет означает брать ответственность за вашу жизнь. Что делать, конечно, не очень хочется. И, если честно, запрещено это по правилам этики. У вас очень сильно чувствуется большое количество боли, большое количество обиды, большое количество злости. Вот. Что, в принципе, как мне кажется, вполне адекватным. Вот. У вас чувствуется потеря себя. То есть, вы, как бы, попало, не знаете, кто вы и чего хотите. То есть, из-за того, что личные границы ваши не уважались, из-за того, что вас не уважали и не принимали, получается. Вот. Ситуация складывалась и складывается таким образом, таким образом, что вы не отделяете, где ваши мысли. Мысли людей, скажем, ну, людей, скажем так, мысли людей касая, ну, права, права, да, как бы. Вот. То есть, вы этого не отделяете, как бы, и сами себе интроектируете то, что у вас думали другие, в частности, родители и сестра, матери. Вот, вы говорите следующее. Вы говорите про то, например, что если родителям не нужен ребенок, то он никому не нужен. Вы понимаете, да, как это звучит? Это звучит так, что, ну, условно говоря, это звучит так, что вы, как бы, ну, вообще-то, ни за что не отвечаете. Отвечают. Вот. Такое ощущение. То есть, отвечают только-только. Отвечают только. Отвечают только. Отвечают только. А ваши родители? Вот. Но это же не совсем так. Родители отвечают за вас, как мне представляется, по крайней мере, довольно-таки посредственно. Но, в вашем случае, в вашем случае, получается так, в вашем случае, получается такая ситуация, что именно они, родители, определяют то, как вы себя воспринимаете. Вот. Хорошо. Хорошо ли это? Нет. Нет. Это нехорошо. Это совсем нехорошо. Поэтому крайне важно отделять ваши собственные мысли про себя от родителей и других людей. не обязательно, не обязательно, не обязательно родителей. То есть, не обязательно. Речь идет про, ну, конкретно про родителей. Вот. Так, шпон. Это, ну, в общем-то, первое, что нужно сделать. А дальше искать, искать цель своей жизни. Вот. На мой, по крайней мере, взгляд и по моему, по крайней мере, видению. Есть, значит, ощущение, что вы тянетесь к любви и ощущение, что вы, ну, тянетесь, ну, тянетесь к людям. Вот. Пытаетесь заполнить дыру и пустоту себя. Ну, а точнее, обвинение, которое вы себе в той или иной степени, получается, приписываете. Вот. И эта дыра внутри вас, она корректируется через культивирование любви и уважение к себе. Вы потеряны сейчас, не очень понятно кем вы хотите быть и что вы хотите делать. Вы приехали в Москву, получается только для того, чтобы почувствовать любовь и тепло. Но Москва не тот город, где люди особенно приветливы. Поэтому, ваш выбор, а я думаю вы не могли не знать об этом, что Москва это город без различных людей, я думаю, что ваш выбор продиктован в той или иной степени желанием себя наказал или подтвердить, что вы, ну условно говоря, такой же бесполезный, неуспешный, никому не нужный, каким вас считают. Вы испытываете, мне кажется, стыд и не принимаете себя. Удивительное дело, удивительное дело, но не принятие себя это активность исключительно внешняя. Человек никогда не может себя не принять, потому что человеку и в голову это не придет, как это можно себя не принять. Но другие люди довольно легко это делают. Другие люди довольно легко это делают. А если это делать с ребенком и с юношей, то неокрепшая личность легко принимает это за чистую монету, да? А вот легко принимает это на веру и начинает думать, что так оно и есть. Хотя по большому счету это ложь, конечно. Вот. Бороться с приступами панических атак не нужно. Нужно исследовать и проживать те чувства, которые лежат в основе, в основе. Как найти смысл жизни? Это отдельное психотерапевтическое направление. Но я бы сказал, что нужно для начала почувствовать вам, чего вы хотите, что вам нужно, чего вы хотите. Вот. Это довольно сложно, потому что единственное, к чему вы стремитесь, это получить любовь и признание. Вот. Любовь и признание находятся внутри вас. Но на данный момент вам это не доступно, потому что вы не отделяете себя от тех, кто вам внушил то, что вы какой-то не такой. Мне кажется, что вы даже запрещали себе и запрещаете себе протестовать, проявлять себя. Ну не просто так, вы 12 лет как зомби работали на шахте. Да, потом вас совсем допекло и вы уехали. Вы молодец, что это сделали. Вы смелый человек, как вам написала моя коллега. Но вы не просто так проработали 12 лет. Это говорит о том, что вы привыкли слепо подчиняться. Безмерная благодарность, безусловная благодарность за то, что вас кормили, то, что вы описываете в своем тексте, тоже возникает не из ниоткуда. Возникает из страха, что меня отвернут, что меня отбросат, что меня покинут. Мне кажется, это связано с безразличным ваших родителей к вам, которые вы опять-таки принимаете на свой счет. Конечно, вам нужна поддержка в первую очередь в том, чтобы прожить всю ту боль, которую у вас есть. И проживая, вы найдете ресурсы для того, чтобы двигаться дальше. Я думаю, примерно так. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...